Международный совет военного спорта СИЗМ Регулярно организуют соревнования с участием ведущих морских пятиборцев. Кроме того, это пятиборье включено в программу всемирных военно-спортивных игр. Соревнования с СИЗМ показывают не только уровень армейского спорта, но и опосредованно общий уровень боевой физической подготовки военнослужащих каждой стране. В нашей стране этот вид спорта развивается с 95-го года. В 95-м году первый раз спортсменки наши, спортсмены участвовали в чемпионате мира СИЗМ во всемирных играх и выступили достойно, заняли третье место. После этого вид спорта все время развивался. С 95-го по 2007-й год мы стабильно были вторыми на мире, выигрывали Европу многократно. И в 2008-м году, как бы, венец всех трудов, наша команда выиграла чемпионат мира. Женская команда очень успешно выступила. Международное военно-морское пятиборье состоит из пяти этапов. Это преодоление полосы препятствий, гонки на выживание, плавание в бассейне, морская практика, амфибийный кросс на 2,5 километра. Полоса препятствий. Участник должен бежать только по своей дорожке, преодолевая все препятствия строго определенным способом. Если препятствие преодолевается неправильно, судья возвращает участника для повторения препятствия. Планка на выживание проводится в бассейне. При этом необходимо проплыть под водой 20 метров, затем гольным стилем еще 25, нырнуть и поднять сайт на манекен весом 30 килограмм, после чего буксировать его 25 метров. Плавание выполняется в ластах, 3-х килограммовым макетом автомата и включает в себя преодоление надводных препятствий и выполнение специальных заданий. Парская практика. Необходимо влезть на мачту и поставить на ней 5 ориентиров. Затем надо вытягивать, бросать и завязывать буксировочный трос. И, наконец, сесть в лодку, обознуть ряд буйков, снять с одного и переставить до другой 10-метровую цепь. Пятый этап. Амфибийный кросс. Своеобразный марш-бросок на 2,5 километра. При этом надо стрелять из винтовки по мишеням, на резиновой лодке проплыть 50 метров, гинуть 6 раз гранату на 25 метров и попасть в двухметровый круг. В общекомандном зачете победителями чемпионата стали среди женщин команда Черноморского флота, среди мужчин команда Южного военного округа. Это как бы первый этап отбора спортсменов на 6-е всемирные военные игры, которые будут проходить в следующем году, но через год в Корее, в Южной Корее. Мы сейчас создаем команду новую в составе ЦСКА, берем таких перспективных спортсменов, надеемся, что мы на всемирных играх, на следующих, сможем завоевать медали. Надеемся, да. Ну и, в общем-то, у нас есть определенные опытные тренеры, надеемся их привлечь для оказания помощи, для подготовки команд. Конечно, хотелось бы, чтобы в детско-юношеских спортивных школах были открыты отделения по военно-прикладным видам спорта, в частности, вот по международному военно-морскому петлотлу. Я думаю, что пройдет некоторое время, я передам свой опыт следующему тренеру, следующему поколению, и мы будем, так сказать, блистать в этом виде спорта на военных соревнованиях. Международная военно-морская пятиборья относится к военно-прикладным видам спорта, а они, как известно, способствуют развитию качеств и навыков, необходимых для различных воинских специальностей. Таким образом, они играют важную роль в подготовке молодежи к службе в армии, а также в пропаганде здорового образа жизни. Продолжение следует...